Друзья, всем привет! Очередной ролик. Не ждали? Ждали, ждали. Так, долго вчера я думал, попадем мы на рыбалку или нет. В итоге, скорее всего, попадем, потому что уже скоро должен заехать за мной товарищ. Не тот, с которым хотел ехать, но другой уже. Говорился с другим. На улице минус 20 почти. И не знаю, как бы сильно и хочется уже на рыбалку. Но, тем не менее, поедем все равно ненадолго. Так что поедем. Какой был второй план, мне сразу признаюсь, потому что я в том ролике говорил, что если я не приеду на рыбалку, то поеду кататься на лыжах. У меня второй товарищ сегодня собирается. Я говорю, если я никуда не уеду, я говорю, жди меня, я позвоню и ему поедем вместе. Так, хотя бы на лыжах поставить 300 лет этого не делал. Раньше бегал на лыжах. Спортом занимался, когда в школе учился. Это было давным-давно-давно-давно-давно. Ну ладно. Значит, все-таки сегодня я буду заниматься спортом тем, к которому я больше привык в последнее время. Сейчас должен заехать Юрий Коксенов. С ним мы сегодня на рыбалку-то и поедем. Закончил читать книжку. Очень быстро почиталось. 200 там, что-то 13-20 страниц. Можно было за ним прочитать, говорю ее. Прочитал за два. Поправилось. Быстро, легко читается и с большим-большим смыслом. То есть, кто не читал, почитайте, интересно. Книжка такая, можно сказать, вот я бы ее взял в пояс, допустим. Ее как раз бы на одну поездку хватило бы до Даткирова не ехать. Часов 8 можно прочитать ее легко. Даже мне, такому чтецу, не очень сильно быстрому. Ну, даже я ее быстро почитал. И заходит хорошо. И знаете, на некоторые книжки, если смотришь под телевизор, читаешь, то есть, если телевизор работает, отвлекает телевизор. Тут читаешь, вникаешь, как бы телевизор не отвлекает. Даже там шутки какие-то ТНТ-шные. Но все равно я стараюсь без звука телевизор. Включаю без звука, просто он там, фон у меня идет. Нормально. Очень даже ничего. Кто не читал, говорю еще раз, можете взять, почитать в библиотеке или у меня, если кто-то рядом живет. Поедем, скорее всего, на озеро Святое. Сегодня времени много нет у нас путешествовать куда-либо дальше. Озеро Святое это, ну, три километра от моего дома, можно сказать. На нем часто проводили соревнования. В этом году еще ничего не проводили, может быть проведем, ничего не знаем. Вот так-то соревнования, так сказать, между собой щеки. Съездим, посмотрим. Кромовой мотыль у меня есть, только замороженный. Ну, как бы он тоже, в принципе, рабочий вариант. Вариант, если нет ничего лучше, чем сыпуха. Такая демель мне больше нравится. Вот так. Не знаю, прикольно никакую не замешивал. Не вижу в этом смысла. Вот и, слава Богу, насадочный в магазине был, так что уже как бы хорошо. Сейчас надо как-то запаковаться. Когда на мамушку рыбачью любил запаковываться. Вот так болеет, а наоборот. То есть, кобец одеваю сверху курточки. Видите, это как-то примерно вот так. Оп! Поудобнее. Все становится. Главное, все везде поправить, чтобы мне ничего не мешало. То есть, курточки объемные. Вот так вот уже. Ход-выход. Можешь поздороваться. Вот так уже снимается. Ход-выход. Нашел вход-выход. Да. Выход долетел. Ты что, ко мне взял? Так сейчас заедем, возьмем. Что, поедем на озеро? Ну. Какое еще-то. Не знаю. Думал. Может пошли по-настоящему. Тебе снова пишешься. Я думаю, ты возьмешь так. Не стал рад. Думал, нахрен я термоз запариваю целым. Две кружочки руки, потом что его. Так вот я тоже ничего в нем запаривать. Я просто кипятка налил. Три в одном взял. Внутри, так и сгорю. Ну, ты куда хочешь ехать? Или ты не сейчас? А вон у спитачек. Сегодня утром, ну вот час наверное назад получается это. Только проснулся, она и дошла на улицу. Ну и скорее всего ушла домой. Но она не видела, что уехал. Возможно, что и вернется. Потому что вчера так же было. Но вчера она пришла, она так странно приходит иногда. Вот только ты приходишь домой, она как будто где-то вот рядом находится. Как будто чувствую, что я дома. Или по следам как-то вычисляют. Вчера я ходил вот в этих краях. Что-то я пришел часа. Ну во втором часу на родня. Домой пришел. И она за мной сразу нарисовывается. Как-то странно. Нигде не видал ее, чтобы она меня спарила. Я вас учунул в магазинку эту пивку открыли. У нас скоро открытие. Заходи за пеной. Раньше игрушки продавали. Как быстро переобулись. С игрушек на пивку. На месте? Ну пока еще не на месте. Пока еще только на дороге. Ну вот это вот тогда мы были. Сейчас посмотрим, если в этом году там рыба. Дело для начала 7 лунок. Таким полукругом. Юлик уже рыбачит. Не знаю, что у меня там получается. Закормил размороженным. Замороженным ранее. Размороженным отелем. Работать не все куда-то. Ну видно, что у нас есть часа 3-4. Четыре это нет на рыбалку. Вот три часа есть на рыбалку. Посмотрим, что это получится. Дорога сделал the difference. Уменьшisonнивая масла, Продолжение следует... 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 Рыба не много, но рыба спортивная. То есть она размазана по водоему пятнами. Спортивный водоем. Сам по себе вот просто спортивный. Для простой рыбалки, естественно, для простого человека, для простого рыбалова это неинтересно. Но тем не менее для спортсмена это самое то. Давайте покажу улов примерный. Ловили меньше трех часов с перекурами, там, чаепитием, потому что на улице минус 20, все-таки маленько руки зябнут. Как ни крути. Сапоги тяжелые. В основном окуни. Ну, в основном в артитике все окуни. Три или четыре. Латвички всего окуни не крупные, но есть такие вот. То есть это для этого водоема, говорю еще раз, это великолепные окуни. Вот так поближе. Видите, там есть мелкие, есть покрупнее. Не знаю. На работе кот-бот явно рад. Я вам даже покрупнее это еще отберу. У меня, думаю, есть холодильники, окушки. Когда-нибудь что-нибудь, да может, замучу из них. Тут три-четыре штучки у меня вполне такие вот пищевые, можно сказать. На уху сама то. КОНЕЦ ТАРАМ-ТАМ Что ж, друзья, отлично время провели. По-любому лучшая рыбалка. Я обожаю этот водоем, потому что он вот такой. Он спортивный. То, что мы ездили раньше, там где-то вот. Ну, сидишь на одной руке, найдешь вот эту журцовую рубку, ловишь ее и все. А тут даже вот эти окушки, они, блин, надо как-то их лыка оруливать, как-то надо их находить. Вот это. Вот твой еще интереснее. То есть она тоже там вообще такая загадочная. Не знаю. Я сегодня побалдел. Было бы я не побольше, я бы еще задержался. Ну, как бы. И то хорошо. То есть я нисколько не жалею, что сегодня на рыбалке побывал. Мотыля еще осталась куча. Все время беру с запасом. Не люблю такую штуку, когда у меня нет с запасом мотыля. Мотыля, конечно, говно. Магазинские мотыли. Да, купать у кого-то, то делает сам мастера. Все отклеивался, значит. Не стоит она того. Друзья, я думаю, сделаем ролик чисто рыболовный, да. И все, что будет происходить сегодня дальше, я сниму отдельно. Не охота мешать все в кучу, потому что, ну, многие ждут от меня рыбалки. А на рыбалку я могу выбраться максимум раз в неделю. И то не каждый раз, потому что, ну, знаете, выходные всякие бывают. Морозы или дела. Но тем не менее, сегодняшняя рыбалка была просто великолепной. Я так доволен, так доволен. Многие не понимают, в чем прикол ловли вот такой мелкой рыбы. Но это спортивная рыбалка. Тут совсем другое. Так что я сегодня кайфом. Спасибо, что посмотрели. Увидимся скоро. Всем пока, до скорой встречи.